Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В детстве, в подростковом возрасте, была лучшая подруга, мне казалось, мы души нечаяли друг к другу, были очень близки, научилась в другой школе, затем привелась ко мне. Ее все плохо восприняли, я была лидером в классе и как-то постепенно вела ее в общую компанию, и начали общаться хорошо, однако, как-то мне все говорили, что она со мной повторяет, и на протяжении нашей дружбы, от нее были шутки в формате, что я толстая, но вроде как шутку такое говорила, я симпатичный, весел на тот момент 49 кг. Случилась ситуация, у меня был мальчик, мы нравились друг другу, но она мне писала, что зачем ты выбрал ее, я лучше, но я не обращал внимания, я думал, что ей просто обидно. В общем, меня перестали звать кулатик, гулять, и когда я задавал вопрос, почему, мне отвечали, что та самая подруга не врала, что я не могу, и я заболела, в общем, я вышла из своей компании, надо мной стали издеваться в школе, меня гнобили, у меня на тот момент была максимально низкая самооценка, я не могла дать отпор, и просто ушла в другую школу. Так, постепенно нашла новых друзей, все наладовалось, но до меня доходили слухи, что эта подруга говорит, что я девушка легкого поведения, что интрижки строю с преподавателями. У нее, оказывается, были пароли от моих соцсетей, она читала мои предписки с мамой, например, во время всей этой ситуации я ей писала, как все плохо в моей жизни, и вот она все это читала, ну и много подобных ситуаций. Я вышел замуж, у меня все хорошо, но я знаю, что она до сих пор за мной следит, мне это постоянно передают. Фик в том, что мы не общались нормально уже шесть лет, ну то есть после того конфликта я пытался с ней помириться, так мне казалось, что мы такие хорошие подруги, и не должны из-за этого ссориться, ссориться. Ну и... И живем в одном городе, пересекались, виделись, наша дружба закончилась шесть лет назад, а я все еще ненавижу, я все еще ненавижу, я так же, как и она, слежу за ней, у нее все не очень хорошо складывается в глубине души, я была этому рада. Сейчас у нее вроде все становится лучше, меня это раздражает, мне кажется, такой человек, как она не заслуживает счастья. Я хочу избавиться от этого чувства, хочу ничего не испытывать при мысли о ней, а так меня корючит все, когда я не думаю, я ее терпеть не могу, у меня до сих пор комплексы, комплексы, которые она мне внушила, и хочется вообще все это забыть, пожелать ей всего хорошего и не вспоминать, потому что у меня, слава богу, все замечательно. Не хочется даже думать об этом. И хотя ситуация в целом ясна ваша, начать мне бы, наверное, хотелось бы именно с вашего вопроса, то есть, какой у вас вопрос, в целом. То есть, понятно, что вы хотите избавиться от чувства, да, и так далее, это все понятно, но запрос конкретно к психологу у вас какой, на мой взгляд, это очень важный момент, потому что сейчас вы как будто бы, ну, знаете, вот просто рассказали свою историю, да, несколько вот, может быть, пожаловались, вот, и, в принципе, все. То есть, это не выглядит как такой достаточно серьезный запрос, например, на, ну, на психотерапию, допустим, да, это не выглядит как серьезный запрос на работу, это не выглядит как, скажем так, то есть, я не увидел в вашем тексте именно направленности на, ну, на какие-то изменения, изменения в себе, может быть. Мне это только так кажется, и на самом деле вы хотите, если так, то я заранее прошу меня извинить, если я вас неверно понял, но вот пока такое впечатление. Мне также показалось, что вы, ну, как-то считаете, думаете, полагаете, что есть такой способ, который просто моментально позволит вам забыть все эти переживания, да, моментально позволит вам не думать о том, о чем вы думаете, да, моментально как-то избавить вас от ненависти, там, вот, злости, от злорадства, которое вы испытываете и так далее. Такого способа нет. По крайней мере, мне он неизвестен. То, что я могу вам сказать, это то, что дело не в вашей подруге. Ну, или, скажем, знакомой, да, потому что подругой, наверное, ее можно назвать с трудом. Дело в том, что все, что произошло, стало возможным благодаря тому, какой вы были, когда учились. Какой вы были, когда встретили этого человека? Какой вы были, когда столкнулись с тем, что она за вами все повторяет? Как вы это все воспринимали? Как вы, как вы, как вы, как вы, ну, скажем так, как вы, как вы, к всему этому, ам, относились, да? Вот это очень важный момент, на который, ам, нужно обратить внимание. Вот, потому что именно это, именно то, какая вы были тогда и влияет на то, что происходило после и влияет на то, что происходит сейчас. Вы пишите о том, да, во-первых, вы, как бы, ну, живете в прошлом. Судя по тому, что вы описываете, несмотря на некоторую эмоциональность вашего текста, мне показалось, что свои чувства вы выражаете совсем-таки уж не часто, мне так показалось, да, вот. Соответственно, wealth, судя по тому, что я могу видеть, имеет место быть непрожитые эмоции, непрожитые чувства. Вот. Вам нужно их поразить такие, как злост, обида, там, и так далее. Это первое. Второе. Ну, совершенно очевидно, что вам эта подруга бывшая как-то интереснее, да, чем ваша, ваша собственная жизнь. То есть, вы, вы, вы вроде бы... Ну, вы вроде бы с одной стороны как-то говорите, что у вас все хорошо. И, ну, в принципе, вам веришь, то есть нет причин, нет оснований вам не верить. С одной стороны. Но, с другой стороны, то, что вы вот так много, то, что вы так сильно, судя по тому, что описываете, думаете о этом, ну, об этом человеке, да. Вот. Как-то, на мой взгляд, говорит о том, что ваша жизнь вам не слишком интересна. Настоящая. Ну, вот я имею ввиду то, как вы живете. Вам это не особо, не особо интересно. Так, по крайней мере, мне показалось, исходя из того, что я увидел, исходя из того, что вы написали. Так мне показалось. Вот. Поэтому, помимо проживания чувств, помимо работы с вашими комплексами, которые, повторюсь, не имеют никакого отношения к этой девушке, да, а скорее имеют отношение к тому, как вы сами себя позиционируете. И еще необходимо развивать интерес к вашей жизни. Вот. Чтобы вам ваша жизнь была на самом деле интересной. А не вот так это было, да, что, по сути, вы живете в прошлом. Да, вот. Опять же, нужно понимать, что вам в этом прошлом что-то нужно, вас в этом прошлом что-то волнует, вас в этом прошлом что-то беспокоит, да. Вот. И, как правило, вот подобная незавершенность, она связана именно с непросточностью. То есть человек что-то не проживает, какую-то довольно, ну, довольно сильную эмоцию, да, какие-то довольно сильные переживания не проживает. Ну, не получается у него это сделать по той или иной причине, не было возможности, не было людей рядом подходящих к себе, как-то человек сам запрещал это. И вот, соответственно, остается незавершенность. Незавершенность нужно проживать, тогда вас это беспокоить не будет. Еще один важный момент. Вы говорите о том, что общаться вы перестали после конфликта. Но сам конфликт вы не описываете, вы просто говорите, что она там как-то вот за вас отпущала, да, что вы не можете там пойти, что вы болеете и прочее. Вы говорите, что вас перестали звать, начали гнобить, я не очень понял, за что и как. Вот. Но я также и не увидел конфликта здесь конкретно с этим человеком. То есть по вашим описаниям больше складывается, что вы вообще не общались. И все происходило чисто вот. Как бы есть одна сторона, и она живет вот, ну, в какой-то своей реальности. И с другой стороны она живет в какой-то своей реальности. И между ними происходит взаимодействие посредством третьих лиц. Потому что вам рассказывают, что она за вами следит. Соответственно, ей, наверное, тоже говорят, что вы за ней следите и так далее. Ну, то есть специально третьих лиц, у меня нет ощущения, что был какой-то вот, знаете, такой между вами контакт, конфликт и так далее. То есть может быть как раз таки, вот что вы называете конфликтом здесь? И опишите его поподробнее, потому что именно конфликта я не увидел. Также, вы говорите, что у нее, значит, были пароли от всех ваших соцсетей. Но опять же, само собой это не получилось. То есть, ну, из ниоткуда это не взялось. Как-то они у нее появились. И мне хочется здесь, ну, спросить вас, а как? Откуда у нее это появилось? Как она могла получить доступ к этому? Вот. Ну, на мой взгляд, это опять же не случайно. Дальше. Вы говорите о том, что, значит, ну, вот не хотели, ну, хотели помириться с ней, вы говорите. Потому что как-то вот, ну, позиционируете ее и себя как хороших подруг. Говорите вы, вроде бы. А потом вы пишите, что там ненавидите ее и что, в общем-то там злитесь на нее и так далее. То есть, как-то вот тоже здесь, может быть, для вас это очевидно, но для нас не совсем очевидно, как происходит процесс изменения отношений. То есть, что вот вы пытаетесь с человеком мириться, да, вы пытаетесь, значит, как-то конфликт решить. Вот. Вот. Вроде. А потом вы говорите, что, да я ее не люблю, я вообще там, как бы, к ней, ну, к ней я отношусь плохо и так далее. То есть, вот это вот то, что, опять же, ну, не совсем очевидно, очевидно здесь. И, на мой взгляд, вам нужно это тоже для себя осветить. Следующий момент, такой, наверное, будет это последний момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Этот момент связан с тем, что, вот, то, как вы себя с ней повели, то есть, ну, там, вели в компанию, да, с ней стали хорошо общаться и так далее. Так, вот, 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 вот что я была лидером в классе, постепенно ввела её в общую компанию, вот, то есть есть такое ощущение, что вы вот хотели её как бы, ну, поднять что-ли, наоборот, и вот как будто бы здесь, ну, не знаю, там, из какого чувства вы это делали, вот, то есть одно дело, да, если это просто альтруизм, и другое дело, если это что-то другое, если это какое-то другое, какое-то другое чувство, вот, которым вы, ну, руководствуетесь в той или иной степени. Кроме этого, вы говорите, что вы были лидером в классе, потом вас начали в фигнабить, то есть, ну, опять же, подобный переход, подобные изменения, равно как и то, что вы делали, когда узнали, там, что ваша бывшая или небывшая подруга распространяет, там, о вас, там, какой-то сплетник, сплетник, левитую и так далее, как вы к этому отнеслись, как вы к этому обратились, если что вы делали, большой вопрос, вот, то есть, вот, понимаете, да, как бы, ну, полной, полной картинки-картинки, вашей ситуации нет, при том, что есть ощущение, да, что вас это травмировало, но где, что и как, не совсем понятно, не совсем понятно, ну, вот, понимаете, такая вот эта сторона. Поэтому я думаю, что лидером класса вы стали не случайны. Я думаю, что есть те, кто становятся лидерами естественным, естественным образом, а есть те, кто становятся лидерами, как бы, компенсируя, то, как бы, что беспокоит их. Вот, поэтому мне кажется, что нужно выяснить, каким образом вы стали лидером. Ну, то есть, как вы, вот, к этому пришли, вот, насколько это было впрочное, и каким образом вы это лечили. То есть, вас это тоже травмировало. На мой взгляд, вами движет такое чувство вины, чувство вины и стыда, вероятно, из-за того, что вам может казаться, что подруга так себя с вами повела, бывшая, потому что вы сделали что-то не так. То есть, как будто бы, это ощущение, что вы себя вините. Вот. И все, что вы описываете, выглядит, как компенсация этого. Естественно, может быть, по-другому. Естественно, вы можете другие чувства испытывать. Вот, например, вы можете сталкиваться с несправедливостью, что вот я столько для нее делала, а она вот так мне оплатила. Вот. Но мой, как бы, ну вот, мой отклик, он вот именно такой. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать на свою работу. Удачи! Буду благодарен! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да.